Дорогие друзья! На ходе реализации автодорожных проектов нам расскажут специально приглашенные гости. Разрешите представить заместитель председателя комитета автомобильных дорог Амангильдэ Ауэсханович Беков и председатель управления акционерного общества Национальная компания «Казавтожол» Ермек Анорбекович Кизатов. Добро пожаловать и, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые журналисты, для своевременной реализации данных проектов из Национального фонда на 2015-2016 годы выделено 301 миллиардов тенге. Также дополнительно планируется привлечение займы международных финансовых институтов. Это порядка 1 триллиона тенге или около 5,5 миллиардов долларов. В настоящее время министерством проведены предварительные переговоры и до конца года планируется подписать 12 соглашений о займе. Займы МФИ будут привлечены на реализацию проектов «Центр-Юг», «Центр-Восток», «Ахтубятрау Астрахань», «Джетбай Женузен» и «Узнагашотар». По проекту «Центр-Юг» за счет займа будет реализован участок от Караганды до Куртов. Для этого будут привлечены займы Всемирного банка и Европейского банка в размере 2,6 миллиардов долларов. По проекту «Центр-Запад» в текущем году будет разработана ТЭО, где будет определено точное направление маршрута. На реализацию проекта планируется привлечение займов Всемирного банка, Азиатского и Исламского банков развития в размере 1,5 миллиарда долларов. По проекту «Ахтубятрау Астрахань» планируется привлечение займов Азиатского и Исламского банков в размере 960 миллионов долларов. На реализацию проекта «Центр-Восток» будет направлена экономия займов АБР в размере 140 миллионов долларов и на участок «Центр-Юг» за счет займов Всемирного банка в размере 213 миллионов долларов. По всем вышеперечисленным проектам в текущем году будет разработана технико-экономическое обоснование, строительные работы планируется начать во втором квартале следующего года. О ходе реализации проектов. На сегодняшний день по проекту «Западная Европа» и «Западный Китай» ведутся полномасштабные работы в Южно-Казахстанской, Джамбульской и Алматинской областях. В текущем году планируется открыть движение на 144 километрах, это на участке «Шимкент» границы Жамбульской области и обход Тараза. Полное завершение проекта планируется в следующем году. По «Беневахтау» проект реализуется за счет займа Азиатского банка и софинансирования ИЗРБ. В этом году выделено 16,5 миллиардов, работы ведутся на 270 километрах. По итогам года планируется завершить работы на 100 километрах. По оставшимся 170 завершения планируется в следующем году. О ходе реализации остальных проектов, это «Центр-Юг», «Центр-Восток», «Алматы-Ульска-Мана», «Страна-Петропавловск», более проинформирует представитель совета директоров АОНК «Казавтожол» Ермеков Нурбекович. Спасибо. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, в соответствии с государственной программой инфраструктурного развития «Нурлужол» национальным оператором АОНК «Казавтожол» ведется работа по следующему направлению. Направление «Алстана-Алматы». Реализуется реконструкция автодороги от Астаны до Алматы по существующему маршруту через города Тимиртау, Караганды, Балкаш и Капчегай. Общая протяженность составляет 1282 километра. После завершения ремонта дороги дорога будет отнесена к первой категории с четырех и шестиполосным движением. В этом году работы ведутся на девяти участках протяженностью 250 километров. По итогам года планируем сдать в эксплуатацию одну полосу между Астаной и Тимиртау и одну полосу между Алматы и Капчегай. Вторая полоса будет завершена в следующем году. На участках Тимиртау до Капчегая это порядка тысячи километров. Ведется разработка проектно-смертной документации. Финансирование этих работ предусмотрено за счет республиканского бюджета и займа Всемирного банка. Строительные работы начнутся в апреле 2016 года и ремонт этого участка от Тимиртау до Капчегая мы завершим в 2019 году. Проект «Остановка-Миногорск». Маршрут следует через города Павлодаре семей общая протяженность 1018 километров. На следующий день реконструировано уже 118 километров участка семьи Халбатал. Сегодня работы ведутся на 16 участках общей протяженностью 1496 километров. Также планируем завершить строительство обвода Павлодаре и соединит Астанинскую трассу с автодорогой Павлодар-семей через строящийся мост через реку Иртыш. В этом году по данному маршруту будет злано в эксплуатацию 102 километра. Оставшие участки будут завершены в два этапа в 2016 и в 2017 годах. Проект «Остановка-Ахтубе-Атрау-Ахтау». По данному проекту предусмотрен маршрут до города Атрау с выходом на Ахтау и на Астрахань Российской Федерации. Подлежит реконструкции порядка 2000 километров автодороги. В прошлом году мы уже реконструировали 200 километров участка «Остановка-Ахтау» за счет средств Международных финансовых институтов. А сегодня работы ведутся на шести участках, оставшиеся 270 километров, которые будут завершены в 2016 году. Вместе с этим осуществляется разработка проектной смерти документации на участке Ахтубе-Атрау и Атрау-Граница с Российской Федерацией Астраханской области, реконструкция которых будет реализовываться за счет средств Национального фонда и займов Международных финансовых институтов. При этом хочу отметить, что эти займы уже утверждены, рассмотрены и утверждены Координационным Советом Правительства. Проект «Алмата-Уск-Имногорск». По участках общага и Талдыкургана работы ведутся на шести участках, протяженностью 157 километров. В этом году мы планируем сдать 47 километров. Оставшие 190 километров будут завершены в 2016 году. При этом хочу отметить, что одна полоса будет полностью открыта в этом году до Талдыкургана. В целом по стране в текущем году строительные монтажные работы ведутся на 40 участках, общей протяженностью 1300 километров. Дополнительно в 2015 году мы проводим конкурсы и планируем начать работу еще на 150 километров. По итогам 2015 года планируем ввести в эксплуатацию уже подготовленных 600 километров практически новых дорог. Вместе со строительством мы планируем активно внедрять систему платности на автомобильные дороги. Как известно, в 2013 году был запущен первый платный участок автодороги «Астана-Щущенск» в протяженности 510 километров. За 2013 год сбор средств составил 561 миллионов тенге. В прошлом году сбор составил уже 1 миллиард 65 миллионов тенге. На этот год мы поставили план 1 миллиард 129 миллионов тенге. Оплата на этих участках производится четырьмя способами. Наличными, банковской картой, бортовыми электронными устройствами, а также оплата наличными через терминалы наказ. В целях создания льготных условий для жителей населенных пунктов, прилегающих к платной автодороге, предусмотрена абонентская плата на срок на один год в размере 1 тысячи тенге. К 2020 году система платности планируется ввести на автомобильные дороги республиканского значения порядка уже 7 тысяч километров. Ввод платности на автомобильных дорогах будет осуществляться только на тех участках дороги, где будет проведена реконструкция или полный капитальный ремонт. Особое внимание компании уделяется развитию придорожного бизнеса. По состоянию на 1 января 2015 года в общее количество объектов сервиса составляло 3028 единиц. Из них половина – это пункты торговли и питания. 35% составляли автозаправочные станции, 9% – станции технического обслуживания, только 4% – гостиницы. Этих объектов сегодня крайне недостаточно для создания комфортных условий для транзитного транспорта, автобусного транспорта. Сейчас мы совместно с европейскими консультациями проводим оценку потребностей объектов придорожного сервиса и нам предстоит определить количество конфигурации объектов сервиса вдоль автомобильных дорог из поликанского значения. К этой работе активно подключились акиматы областей. В текущем году планируется начать 27 объектов сервиса. К этой теме активно привлекается частный бизнес. Есть большой интерес инвестиционных фондов, сетевых ресторанов и гостиниц. В завершение хочу сообщить вам, что все проекты из послания главы государства Нурлужов «Путь в будущее» по автодорожной отрасли охвачены работами. При поддержке правительства все проекты получили финансирование как с Национального фонда благосостояния, так и заимов Международных финансовых институтов. И заверяю вас, что все они будут выполнены качественно и в срок. Кромет тараптесер, боспасыз конференцией на қатысқан зарыз үшін алғыз білдереміз. Осы мен жұмысты аяқтаймыз. Сауыныздар.